Где это ваша ужасная Россия? Дайте адрес, я уеду. Статья на Кунте за 26 декабря 2019 года. Сергей Лебедев, Николай Ахматый. Буквально сегодня в комментарии от одного оппозиционера к статье, которая напрямую касается Украины, и происшедшего в ней прочел такое. Задача запугать выполняется. Сергей пишет не все, что думает. Он довольно успешно воплощает в словопоставленные задачи по промывке мозгов. В данном случае для россиян аудитория большая. Под текстом читается «Не ропщите, а то будет как на Украине». Тут в чем дело, собственно? Если писать, что на Украине Майдан уничтожил государственность, то это в понимании российских оппозиционеров склонять граждан России к молчанию и безропотности, а то будет как на Украине. Нет, не будет как на Украине. Будет кратно хуже. Но дело не в этом. Почему у всяких оппозиционеров, пусть в России, Украине, Белоруссии или Турции, только одно понимание изменений – революция? Мозга не хватает проводить изменения без разрушения государственности? Особенно смешны мне в этом плане нынешние коммунисты, я про КПРФ. Вернуть бы вас в прошлое, то именно вы и поехали бы пилить тайгу лобзиками и осваивать архипелаг «Новая земля» любуюсь красотами полугодовой ночи. Что хорошего хоть раз в истории человечества принесла революция? И не надо заливать про Ленина, большевики провели контрреволюцию, а революцию устроили люди с хорошими лицами, которые за все хорошее. И да, было на порядок хуже, чем сейчас на Украине. Или вы учебники истории скурили в школе. Дам вам пару фактов, с которыми вам потом жить. Революция произошла в феврале 1917 года. Это был прямой государственный переворот со свержением законного правителя. Да, не большевики царя свергали, а те, которым Россия виделась ужасной. Ревнителям православия намекну, церковь не последнюю роль сыграла в свержении царя, за что потом простой люд с радостью валил кресты и устраивал склады в церковных помещениях. Усугублю для одаренных белой идеей именно те самые генералы, которые потом стали белогвардейцами и устроили заговор против царя. Сами они были не элитой, а рогулями того времени. Они даже не смогли договориться и объединиться, чтобы победить большевиков. Каждый белогвардейский генерал тянул корону на себя, а Колчак даже примерил ее. К 25 октября по старому стилю Временное правительство подписало в концессию почти все разведанные месторождения всего интересного в русской земле. Американцы были на Дальнем Востоке. Британцы строили концлагеря под Архангельском. Немцы хозяйничали в тех губерниях, которые теперь называют Украина. Украина – французы, чехи, болгары, только ленивый не рвал Россию. И тут пришли большевики. Для особо одаренных среди альтернативно развитых, повторю, большевики не устраивали революцию. Они взяли власть, которая уже никому не принадлежала. Мало того, коммунисты изначально были против вооруженного переворота, планировалось добиваться своего стачками, забастовками и так далее. А знаете, чем еще занимались те коммунисты? В отличие от вас, шкуры продажные. Они занимались образованием народа. Самое страшное – делали это бесплатно. Коммунисты справедливо считали, что образование даст ключ к власти. А нынешние что? Сколько школ бесплатно работает? Сколько волонтеров просвещает народу в глухих деревнях? Так чем вы отличаетесь от майданного стада из Украины? Ничем. Вам просто нужна революция. А людям нужна эволюция. Разницу улавливаете? Да, я прекрасно понимаю, что у правительства РФ полно косяков. Но ведь работают над ними. Последние пару лет аж дух захватывает от посадок коррупционеров. Хочется, чтобы все и сразу. Да, мне тоже этого хочется. Но хотение и жизнь – разные вещи. Надо строить и делать свои хотения. И бороться можно, не устраивая в стране бардак. Интернет вам в зубы. Напакостил чиновник? Грамотно напиши и выложи в сеть. Выложи в сотню групп ВК, одноклассники. Выложи в телегу, выкладывай в комментариях. Сделай фото безобразие. Как многие делают фото поистине кошмарных больниц и школ на территории РФ. Но то, что такие есть – не общая тенденция, а достаточно редкие случаи. Насчет работы. Тоже любят поныть. Нет работы. Заводы закрыли. Всему хана. Есть работа. Но это надо работать, а не ныть в интернете, создавая видимость того, что население протестует. А население по опросам 79% устраивает нынешнее положение вещей. Потому как народ не настолько тупой, как оппозиционерам хочется. Народ видит. Маленький, но рост. А работы валом. Но не около твоего подъезда. Так что, если ты гордишься свершениями предков, то пора поднять себя с теплого дивана и переместиться туда, где есть работа. А сочетать одновременно завод и комфорт не выйдет. Построили один из величайших мостов в истории человечества. Запустили по нему поезд. Развиваются технологии. Энергетика одна из лучших на планете, если не лучшая. Россия экспортирует продовольствие. Даже пшеницу, которую СССР всю дорогу закупал. Поправочка. Не всю дорогу. И закупали техническое сырье. Извините. Да, в чем-то в отдельных моментах где-то лучше. Вот у арабов бензин бесплатный. А никто не задумывался, почему у арабов вода, а в России. Так что сравнивать аккуратно нужно. И искать баланс. Недавно была командировка в Россию. Что могу сказать. На трассе М4 движение сильнее, чем в Донецке на Артема утром. А после того, как подписали предательские минские соглашения, возвращенцы на авто прибывают постоянно. Дорогие оппозиционеры. Где эта ваша нищая и отсталая Россия? Я хочу туда уехать. Я хочу туда уехать. Нет, невозможно. Ну где эта ваша ужасная Россия? Дайте адрес. Дайте адрес. Я уеду. Сергей Лебедев, Ник Лохматый. ПСС по скриптам. Если кого-то интересуют озвученные факты в подробностях, не стесняйтесь. Комментарий вам в руки. Отвечу в ближайших статьях. Где эта ваша ужасная Россия? Дайте адрес. Я уеду.